МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире передача «Бизнес-среда». Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пресс-конференция временно исполняющего обязанности министра экономики Чувашии Владимира Аврелькина. Семинар экспортных организаций Чувашской республики с представителями агентства ЭКСАР. Интернет-ресурс Российской общественной инициативы. Комментарий заместителям министра экономики Чувашии Инны Антоновой. Об итогах работы промышленного комплекса и предстоящем форуме по качеству об этом и не только. Рассказал на своей пресс-конференции временно исполняющий обязанности министра экономического развития Чувашской республики Владимир Аврелькин. Выводы об увеличении индекса небеспочвенные, заявил нынешний глава профильного министерства. Расчет по-прежнему на сотрудничество со стратегическими партнерами в лице госкорпораций и подписанная с ними программа. В рамках этих соглашений предприятия республики получают заказы. Вместе с тем, по-прежнему жива надежда, что на поправку пойдет одно из крупных предприятий по производству тракторной техники. Ситуация там сильно влияет на машиностроение и экономику республики в целом. По оценке Миннека, именно там допущено наибольшее снижение. Сегодня ситуация выравнивается. Если мы в начале года производили ноль вагонов, в течение трех месяцев мы на нуле стояли, то сегодня у нас уже 400 вагонов, в конце года 500, и со следующего года тоже 500 вагонов они будут производиться. Поэтому еще раз говорю, что в принципе в следующем году, я, наверное, не ошибусь, что мы будем впереди первой тройки-пятерки, это приложка в федеральном круге, это точно. Сейчас бизнесы власти ищут новые решения, чтобы усилить позиции российских производителей. Что мы делаем? Мы сейчас выносим технические регламенты, которые будут действовать в рамках Евроазиатской комиссии, для того, чтобы запретить сюда ВОЗ, не запретить, вернее, ограничить ВОЗ, там, некачественные техники, которые сегодня имеют место быть. Первое, потом мы стараемся диверсифицировать все-таки экономику, мы пытаемся наложить такую определенную долю господдержки на субъекты малого и среднего бизнеса и делаем упор на них. Сегодня примерно 40% от всех работающих представили субъекты малого и среднего бизнеса, порядка 120 тысяч человек. Поэтому обеспечение качества новой работы, обеспечение новыми проектами, для нас тоже это приоритетная задача. Что касается другой важной отрасли промышленности, химической, то там тоже не просто сказывается вступление России во Всемирную торговую организацию, сложно выдерживать конкуренцию с другими производителями. Положение в химической отрасли определяют три крупных предприятия республики. Где-то раньше, где-то позже, но идет модернизация производства, реструктуризация и диверсификация внедрения новых технологий. В ближайшем будущем от этих процессов ждут отдачи. Кроме того, временно исполняющий обязанности министра анонсировал предстоящий в конце ноября форум по качеству. 28 ноября приедут ведущие специалисты в области качества в различных отраслях, и они будут модерировать и докладывать о перспективах в области качества. На наших круглых столах. Кроме того, состоится еще интересная такая площадка. Мы объединили форумы с совещанием торгово-экономических представителей субъекта Чувашской республики по взаимодействию и продвижению нашей продукции на территориях субъектов Российской Федерации. Приедут торговые представители из Оренбурга, из Ямала-Ненецка, из Санкт-Петербурга и других субъектов для того, чтобы определить основные точки взаимодействия по продвижению нашей продукции. Также в рамках форума в Национальной библиотеке Чувашской республики уже традиционно состоится проводимая Центром студенческих инициатив в области качества СИМКО «Игра молодежь за качество». По инициативе Центра экспортной поддержки Чувашской республики в Торгово-промышленной палате состоялся круглый стол с участием предприятий-экспортеров республики, финансово-кредитных организаций и представителей российского агентства по страхованию экспортных кредитов «Эксар». Центр экспортной поддержки, являющийся организатором данного мероприятия, осуществляет содействие экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего бизнеса Чувашии как путем установления деловых контактов с иностранными контрагентами, так и путем проведения консультаций с привлечением широкого круга экспертов по внешним рынкам. На этот раз в республику приехали представители российского агентства по страхованию экспортных кредитов «Эксар». Создали нас недавно, да, в 2011 году, буквально месяц назад мы отмечали два года нашей деятельности. По сути, предпосылками создания агентства явилось, в общем-то, вступление России в ВТО, когда нельзя стало просто субсидировать, то есть помогать субсидированием нашим экспортерам. Деятельности агентства делятся, естественно, на две основные категории. Это крупный бизнес и малое и среднее предпринимательство. Здесь причем понимаются те компании, которые подходят у нас по 209 закон федеральный. Мы, как бы, всегда говорим сразу, что мы не страховая компания, в прямом смысле слова. Мы все-таки элемент господдержки. По сути создания, мы стопроцентная дочерняя компания внешнеэкономбанка с уставным капиталом 30 миллиардов рублей. Почему мы еще не страховая компания? Потому что мы не подчиняемся закону о страховых компаниях. Наша деятельность регулируется отдельным постановлением правительства номер 964, то бишь нашим мандатом мы его так называем. То есть это закон, на основании которого мы, в общем-то, существуем. В рамках мероприятия обсуждалась тема взаимовыгодного сотрудничества малых и средних предприятий и экспортеров Чувашии, финансово-кредитных организаций региона, а также Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ИКСАР. Для предприятий и экспортеров, осуществляющих поиск и освоение новых рынков сбыта, сотрудничество с ИКСАР дает возможность получения льготного финансирования и представления им гарантий своевременного получения экспортной выручки. В свою очередь финансово-кредитные организации заинтересованы в страховом покрытии выдаваемого кредита с государственной гарантией его возврата, что значительно снижает риски банка. Мы страхуем риск неисполнения, то бишь неоплаты со стороны иностранного контрагента на ваши поставки. Это самый стандартный продукт. Тут может использоваться банк, может не использоваться банк. На сегодняшний момент по статистике самовостребованный продукт. То есть если более детально, то есть что является объектом страхования, это отдельный какой-то контракт с единовременной поставкой. Страхователем, естественно, выступает сам экспортер. Выгодоприобретателем может выступать как сам экспортер, так и банк, если он собирается финансировать на так называемый пост-экспорт. То есть если остановиться на этом моменте, то есть вы можете поставить со срочкой платежа какой-то товар, если вам необходим период действия отсрочки финансирования в банке, то вы можете застраховать у нас риск неплатежа со стороны иностранного контрагента, поставив выгодоприобретателем какой-либо банк, и это будет являться для банка обеспечением первой категории качества. В дальнейшем Центр экспортной поддержки Чувашской Республики обещает обеспечить предприятия Республики содействием в установлении контактов с агентством Эксар и консультационной поддержкой для ускорения решения взаимных вопросов. О планах работы на 2014 год мы поинтересовались у руководителя Центра Александра Рыбакова. Как и в предыдущие годы, мы будем активно формировать нашу выставочно-ярмочную деятельность. В 2014 году мы запланировали участие в выставках в Украине, это «Элком Украина», это промышленный форум, который пройдет в ноябре. Туда охотно ездят наши электротехнические машиностроительные компании. Также в 2014 году мы планируем участие в выставке, которая пройдет в Ганновере. Планируем также вывести наших медиков на 46-ю выставку мировую медика в Дюссельдорфе. Также мы активно присматриваемся к мероприятиям, которые пройдут в России. Это выставка в Сочи, выставка в рамках Питерского форума, если она будет организована. Мы также планируем развивать деятельность, связанную с проведением семинаров различных круглых столов, с приглашением лиц, которые имеют авторитет и которые узнаваемы, чтобы наши предприятия могли получать наиболее актуальную и достоверную информацию. Сегодня мы провели мероприятие с Эксар, дальше мы будем проводить эту работу уже точно непосредственно с предприятиями. В следующем году мы хотим более тесно проводить мероприятие с ведущими консалтинговыми агентствами. Также будем продолжать приглашать иностранных экспертов уже непосредственно на наших предприятиях. Мы увидели, что эта работа приносит результаты, она может повлиять на товарооборот компании, на ее эффективность. В 2014 году мы также продолжим программу по субсидированию расходов наших предпринимателей, расходов, связанных с их выставочно-ярмарочной деятельностью и сертификацией. Хотел также проинформировать всех предпринимателей, что они могут бесплатно принять участие в рождественской ярмарке, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Начнет она свою работу с середины декабря до 10 января. Там нами уже арендован выставочный домик, домик Чувашской республики, где будет организована и торговля, и будет продемонстрирована наша народная промысла, инвестиционные возможности, а также экспортные товары. Запросы и требования современного общества к власти все более усложняются, а в условиях информационного века приобретают качественно новые черты. Необходимыми становятся механизмы постоянного и прямого взаимодействия государства и граждан. Прежде всего, это практика общегражданского обсуждения законопроектов и иных решений, принимаемых на всех уровнях государственной власти, от федерального до муниципального. Ну и кроме того, с апреля этого года у граждан появилась возможность самим формировать законодательную повестку, вдвигать свои проекты и формулировать приоритеты. Именно для этого создан интернет-ресурс «Российская общественная инициатива». Добрый день, Елена Николаевна. Расскажите, пожалуйста, что такое «Российская общественная инициатива». Российская общественная инициатива – это интернет-ресурс для размещения общественных инициатив граждан Российской Федерации. Этот интернет-ресурс создан в рамках указа президента Российской Федерации от 4 марта этого года. Его цель – развитие и укрепление гражданского общества, защита прав человека и гражданина и участие граждан в управлении делами государства. С помощью этого интернет-ресурса можно подать свою инициативу, ознакомиться с размещенными инициативами, проголосовать за или против размещенных инициатив, получить информацию о ходе и результатах реализации общественной инициативы. А что является общественной инициативой? Общественными инициативами являются предложения граждан России по вопросам социально-экономического развития страны, совершенствования государственного и муниципального управления. Для того, чтобы подать инициативу, нужно соответствовать ряду требований. Это быть гражданином России старше 18 лет, иметь доступ к компьютеру, подключенному к сети интернет, быть зарегистрированным на едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации и иметь четко сформулированную инициативу для того, чтобы предложить ее власти. Хорошо, мы подали инициативу. И как нам понять, сколько необходимо набрать голосов для ее дальнейшего направления в органы исполнительной власти? На федеральном уровне и в субъектах России численностью населения более 2 миллионов человек, не менее 100 тысяч голосов должно быть набрано в поддержку этой инициативы. В остальных субъектах Российской Федерации и на муниципальном уровне не менее 5% от численности населения. Интернет-ресурс функционирует с применением единой системы авторизации и аутентификации. Один человек, один голос. А если кто-то проголосовал против нашей инициативы? Голоса против не будут вычитаться из голосов за, но будут учитываться при принятии решений экспертными группами, которые для этих целей специально созданы при органах государственной власти и органах местного самоуправления. Ну и в завершение финальный вопрос, Анна Николаевна, скажите, пожалуйста, куда попадает инициатива, когда она набирает необходимое количество голосов? Такая инициатива попадает в экспертную группу федерального, регионального или муниципального уровня для того, чтобы принять решение о мерах по ее реализации. У нас в республике создана специальная региональная экспертная группа. В муниципальных образованиях Чувашской республики при администрациях муниципальных районов и городских округов также создано 26 муниципальных экспертных рабочих групп. Кроме того, в Кабинете министров Чувашской республики заключено соглашение с Фондом развития информационной демократии и гражданского общества. И суть идеи такова, что если инициатива набрала пороговое значение, то есть определенное количество граждан проголосовало за эту инициативу, то Фонд развития информационной демократии и гражданского общества информирует экспертную группу в регионе, проходит обсуждение этой инициативы на заседании экспертной группы. И если эта инициатива будет поддержана, экспертная группа уже направляет свое предложение в Кабинет министров, а Кабинет министров затем дает соответствующее поручение органам исполнительной власти по отраслевой принадлежности для принятия мер по реализации этой инициативы. Следует отметить, что именно с использованием интернет-портала Российская общественная инициатива была реализована инициатива возвращения минимального допустимого уровня содержания алкоголя в крови водителя. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск. Я с вами прощаюсь, всего вам доброго и удачи в делах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok